Отопительный сезон Стартовал с тахановскими темпами Каждый второй самарский дом уже с горячими батареями Должники на выезд Неплатильщикам сделали послабление 88 остановок по прямой Новые павильоны устанавливают В преддверии футбольного чемпионата Гражданской обороне 85 Парад военной техники прошел В спасательном центре МЧС Половина домов в Самаре уже получили тепло Об этом доложили на рабочем совещании В департаменте городского хозяйства и экологии По информации ведомства На 10 утра батареи прогрелись В 5,5 тысячах зданий Сегодня по плану подключат еще 13 котельных Темпы подачи тепла в этом году В несколько раз выше прошлогодних показателей Социальная сфера подключена практически на 100% Особое внимание Первый замглавы города Владимир Василенко Поручил уделить детским садам и школам Где еще нет отопления По школам и детским садам сегодня вечером будем говорить Уже точечно Понимание картины все котельные пойдут Которые включены Что каждый детский садик и каждая школа Они так, как он вчера говорит У меня 37 школ не включено Начали разбираться, насчитали 23 Начали дальше разбираться, 11 отлетело Вот так идет искаженная информация Новоселье в Жигулевске Ключи от современных квартир Получили жители ветхих и аварийных домов Президентская программа расселения в Самарской области Близится к завершению На совещании председатель наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ Сергей Степашин Обозначил срок исполнения 20 декабря Сейчас регион готовит заявку На следующий этап реализации программы Олег Зверев тоже выслушал мнение Дом со знаком качества 60-летнее здание в Жигулевске стало первым Которому после капитального ремонта Присвоен статус дом образцового содержания Традицию еще советского времени Решили возродить в госкорпорации Фонд реформирования ЖКХ По словам председателя наблюдательного совета фонда Сергея Степашина Это только начало Хороших зданий будет построено много В частности, эксперты высоко оценили Качество новостроек Для переселения из ветхого и аварийного жилья В Жигулевске программа выполнена Ключи от квартиры вручили Сергей Степашин И глава Самарского региона Дмитрий Азаров В новом микрорайоне Новоселье отметили Жители 36 старых домов Благодаря тому, что задачи, которые ставит Президент страны Владимир Владимирович Путин Исполняются последовательно и четко И сегодня еще целый ряд наших граждан Получат ключи от новых квартир У нас проблем с ветхим аварийным жильем Поверьте мне, не меньше и в вашей области И в целом по стране, чем сейчас И безусловно, я в этом убежден, государство Наш президент не оставит эту программу За скобками, как говорят, в таких случаях Она, безусловно, будет продолжена За время реализации президентской программы Расселения ветхого и аварийного жилья Новые квартиры в стране получили больше миллиона человек В Самарской области программа вышла на финишную прямую Осталось расселить в Самаре и Косноармейском районе Итоги работы и возникшие сложности обсуждали на совещании До конца года оставшиеся жильцы получат ключи от новых квартир 239 квартир У нас есть понимание, что 8 декабря эти дома, эти квартиры должны быть переданы муниципалитету И до 20 числа мы планируем, с учетом всех процедур, 20 декабря, текущего года, с учетом всех процедур Это дальние очевидцы? Так точно, да Мы планируем, что мы успеем, значит, эти квартиры передать людям То есть застройщик нам известный, понятный Он очень активно строит на территории города Самара И здесь опасения в том, что мы этот срок сорвем, у нас в настоящий момент не существует Сейчас регион готовит заявку на следующий этап программы Государственное финансирование будет продолжено Причем на следующий период предполагается расселить еще больше тех, кто пока вынужден жить в ветхих домах Ну, мы сегодня протокольно записали, до 20 декабря программа должна быть выполнена Вот, поэтому рассчитываем, что обязательства, те, которые взяты, они будут реализованы, это касается людей Что касается дальнейшего, вы видели, слышали цифру Она больше, чем это было на январь 2012 года, было 363 тысячи, сейчас 400 Есть прямое поручение главы государства, он сказал, что программу надо продолжать И сегодня важнейшая задача, чтобы до конца года все-таки людей переселить Это не просто отчитаться перед фондом Это в первую очередь решить наболевшую проблему для наших с вами земляков Для граждан Российской Федерации, проживающих в Самарской области Не просто в неблагоприятных условиях, а в условиях, зачастую опасных для проживания Олег Зверев, Константин Головин, События Пансионат для ветеранов войны и труда открылся в Хворостянском районе Сейчас там проживают 26 ветеранов, рассчитан он на 78 мест С новосельем постояльцев поздравил в рио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров Комфортно ли живется ветеранам, увидел наш корреспондент Этого события постояльцы областного пансионата для ветеранов войны и труда ждали 14 лет Именно столько строился новый корпус Пансионат работает уже неделю Сюда переехали 26 ветеранов, которые ранее проживали в аварийном здании Очень огромная благодарность Потому что в сравнении с прошлым пансионатом даже никакого сравнения И обслуживают, и все, все Четыре раза в день только Всего пансионат рассчитан на 78 мест Здесь за постояльцами круглосуточно наблюдают медики Работает зал лечебной физкультуры, библиотека и физиотерапевтический кабинет У меня сейчас отдельный кабинет, где я могу также принимать ходячих, больных Не все хотят поделиться в комнате с проживающими вместе, хотят и отдельно поговорить с врачом Поздравить с новосельем ветеранов приехал в рио губернатора Дмитрий Азаров Ветеранам в подарок цветы, руководству учреждения, сертификаты на приобретение снегоуборочной техники и автомобиля «Газель» Эти люди восстановили страну после войны, защитили ее от захватчика И, конечно же, благодаря им мы сегодня имеем достойную жизнь Сегодня имеем мощную промышленность И наш долг, и святая обязанность создавать все условия, чтобы они сегодня чувствовали себя комфортно Также в пансионате побывали главы восьми муниципалитетов, чтобы перенять положительный опыт и повысить уровень социальной поддержки В ближайшие месяцы в учреждения ждут приезда новых постояльцев, ветеранов и инвалидов Кому государство обязано в первую очередь предоставить данную услугу Прежде всего в пансионат заселятся жители юга губернии Лариса Шлафаст, События Выехать за границу теперь можно с долгами в 30 тысяч рублей С октября вступили в силу изменения в федеральный закон Если раньше невыездным можно было стать при задолженности в 10 тысяч рублей То теперь этот порог увеличен в три раза Правда, не для всех Кто не платит алименты и не возмещает моральный или материальный ущерб, правила остались прежними Забыть о зарубежной поездке рискуют и те, кто не заплатил по счетам за два месяца В этом случае для них тоже закроют границу при долгах свыше 10 тысяч рублей Если по истечении двух месяцев должник не оплачивает задолженность То в отношении него судебным приставам исполнителям применяется ограничение права выезда Если сумма превышает 10 тысяч рублей Данная мера направлена на мотивацию должников к скорейшей оплате задолженности О наличии которых они могут узнать на нашем сайте Кредиты россиян достигли минимума Насколько сократился этот показатель с начала года, расскажет наш экономический обозреватель Ларис Шлафаст Здравствуйте! Цены на нефть сегодня продолжают снижаться Баррель марки Brent стоит 55 долларов 90 центов Курс валют на сегодня Доллар 57 рублей 81 копейка Евро 67 рублей 90 копеек Золото стоит 2366 рублей Серебро 36 рублей 82 копейки за грамм В самарских банках сегодня дешевле всего Доллар можно было купить за 58 рублей 22 копейки Дороже всего продать за 57 рублей 70 копеек Кредиты россиян достигли минимума С начала года этот показатель составил 32 процента, что на 8 процентов ниже, чем за 4 предыдущие года Разводы могут стать дороже, а алименты больше Верховный суд России выступил с предложением увеличить размеры госпошин в несколько раз И, например, чтобы развестись, придется платить больше 5000 рублей А пассажиропоток международного аэропорта Курумч преодолел отметку в 2 миллиона человек В прошлом году этот показатель зафиксировали только в декабре Юбилейный пассажир вылетел рейсом Самара-Даламан На этом все. Удачи в делах! Ожидания с комфортом в Самаре обновляют остановочные павильоны Старые ветхие аварийные меняют на новые стеклянные Они и выглядят красиво, и от ветра спасают Остановку на прочность проверила Мариана Мирная Ловкость рук и никакого мошенничества За 30 минут каркас остановки обретает стены и лавку Новые остановки появятся на въездах в город Следить за их состоянием будет муниципальное бюджетное учреждение Самара-Информ-Ресурс В МБУ Самара-Информ-Ресурс находится более 400 остановок Учреждение проводит ежемесячную очистку от незаконных рекламных объявлений Также производит текущий ремонт стекла, лавок и других составных частей Город готовится к чемпионату мира по футболу по всем фронтам Остановочные павильоны не исключение До конца октября в Самаре установят 88 новых остановок Где-то заменят ветхие аварийные, а где-то, как здесь, возле дворца пионеров Где павильона не было, они появятся Ожидание не самое приятное занятие, поэтому оно должно быть максимально комфортным Такой остановке ни снег, ни холод не страшны Пожалуй, отпущу машину и останусь ждать подходящий автобус Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События Больницу Симашка приводят в порядок Ежегодно сюда попадают почти 80 тысяч пациентов Раньше им приходилось лечиться в ужасных условиях Теперь начались отделка фасада, ремонт крыш и асфальтирование Больница Симашка будет похожа на роскошную усадьбу Для этого потратят 67,5 миллионов рублей Ремонт начался в августе, закончится в декабре И совпадет с 75-летним юбилеем больницы Здание входит в число объектов культурного значения Во время работ начала разрушаться кровля Однако после усиления балок проблема была решена Подрядчик уверяет, все работы закончат раньше срока Гарантия 5 лет Мы обязаны, безусловно, ремонт закончить в декабре текущего года Это заканчивается финансовый год И у нас все возможности для этого есть Это бюджетные деньги, они должны быть отработаны До конца нынешнего года Все рабочие вопросы, которые у нас возникают С инженерным и руководящим составом больницы И Министерством здравоохранения Довольно-таки быстро и плотно отрабатываются Понимая, что на нас возложена довольно-таки большая работа В которую нам нужно сделать В довольно-таки относительно небольшие сроки Далее коротко о других событиях дня По факту гибели семьи с семилетним ребенком В Самаре ведется прокурорская проверка 1 октября около 16 часов в квартире на улице Ставропольской Были обнаружены мертвыми три человека Мужчина, женщина и мальчик Основная версия произошедшего – несчастный случай Предположительно, родители и их семилетний сын Отравились угарным газом от газовой колонки Бывшему директору гимназии номер один Любови Картамышевой продлили срок ареста Еще на месяц, до 4 ноября Об этом сообщили в пресс-службе Самарского райсуда Напомним, женщину обвиняют в получении взятки По версии следствия, в июне 2017 года Во время двух встреч она получила сумму 600 тысяч рублей От ранее оговоренной общей суммы 800 тысяч За зачисление двух детей в 4 класс 2 августа директор по версии обвинения Получила оставшуюся часть взятки 200 тысяч После чего ее задержали полицейские Заводское шоссе в Самаре отремонтируют с помощью резиновых плит Предполагается, что таким образом автомобилисты смогут проезжать железнодорожные пути без ущерба для машин На данный момент подрядчик выполнил больше половины ремонта улицы На монтаж резиновых плит потребуется около 10 дней У Самары-арены появятся биотуалеты и велодорожки На второй этап благоустройства стадиона потратят почти миллиард рублей Как сообщают в региональном Минстрое На земле непосредственно прилегающие к стадиону будут обустраивать пешеходные зоны Установят шумозащитные ограждения Оборудуют системы водоотведения, электроснабжения и канализации Подрядчику также нужно будет предусмотреть установку биотуалетов И создание условий для передвижения маломобильных граждан Синоптики прогнозируют потепление Ночью еще возможно морозная погода до минус 4 градусов Но днем ожидается повышение температуры В среду 4 октября до 10 градусов, в четверг 5 октября до 13 В течение рабочей недели погодой на Средней Волге будет править антициклон Смещающийся с районов Русского Севера на юг Урала Холодный северо-восточный ветер сменится юго-западным, южным И в наш регион начнет поступать долгожданное тепло Погода ожидается преимущественно сухой Лишь в пятницу прохождение фронтального раздела Вызовет в отдельных районах кратковременные дожди и усиление ветра И в огонь, и в воду В преддверии 85-летия службы гражданской обороны В Волжском спасательном центре наградили лучших Вручили медали и грамоты За время работы центра самарские спасатели Ликвидировали последствия чрезвычайных ситуаций В том числе и в соседних регионах Как современные технологии спасают людей Расскажет Алина Чемерес Такая машина позволяет пожарным забраться на высоту шестиэтажного дома Чтобы потушить огонь или эвакуировать людей Пока наверху спасатели действуют предельно осторожно Внизу работа ювелирная Лестницу нужно точно направить Сергей Лебедьков на службе уже 4 года Командует взводом Во время ЧП руководит тушением пожара Про свою работу говорит Нравится спасать людей Данная работа надо ходить шпитильно и очень бережно По всему Что к технике, что к личноставу Что к пострадавшим Все зависит от того, как быстро мы приедем Как среагируем Как будем действовать Слаженность Сегодня на вооружении самарских спасателей Передовые технологии Квадрокоптеры с камерой помогают осмотреть местность Машина с гидравлическим оборудованием Нужна, чтобы в случае аварии Разрезать автомобиль и достать человека Есть даже дом на колесах В нем есть все для того, чтобы группа спасателей Могла какое-то время здесь жить Состояние техники всегда на контроле Это автомобиль разведки Его задача определить, есть ли радиация На конкретной территории Компьютер считывает данные Из приборов, установленных на лобовом стекле Сейчас посмотрим Мы находимся в зоне свободной от радиации Все показатели равны нулю В Волжском спасательном центре Сегодня служат 500 человек Лучших из них на торжестве В честь 85-летия гражданской обороны Наградили грамотами и медалями Попасть сюда на службу непросто Конкурс 5 человек на место Берут тех, у кого есть высшее образование И кто уже окончил курсы спасателей За время работы сотрудники Волжского спасательного центра Выезжали на ликвидацию последствий ЧАЭС Более 200 раз Работали в том числе в Чапаевске, Оренбурге и Казани Я очень часто слышал от жителей Которые говорили Здорово, наши мальчишки Сейчас помогают в Казани Ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации Поэтому мне очень приятно Как главе района Как в принципе и в прошлом Жителю района Слышать такие отзывы С личным составом постоянно проводят занятия По боепогготовке По профессиональной подготовке Поэтому все ликвидации проходят успешно И хочу отметить, что за 2017 год Несмотря на все чрезвычайные ситуации Спасательный центр Не допущен ни одной травмы Среди личного состава На торжество пригласили и ветеранов МЧС В их число в будущем Хочет войти и Александр Лебедьков Работу спасателя, говорит Ни на что не променяет Алина Чемерес, Константин Головин, События 70-летний юбилей Отмечает заслуженный артист России Народный артист Самарской области Актер театра Самарт Юрий Долгих В Самарском тюзе С 1978 года Сыграл более 200 ролей Зрители с нетерпением С интересом наблюдали за его Томом Сойером, Маугли, Драконом и Королем Папой Карла и Полони Сейчас Юрий Долгих Актер и режиссер Его спектакли Мурлин Мурло Записки русского путешественника Валентин и Валентина Юрий Долгих Еще и талантливый преподаватель На кафедре театральной режиссуры Тогда еще Самарского государственного института искусств и культуры Он начал преподавать еще в 1984 году Сейчас Юрий Иванович ведет актерский курс Его выпускники – половина труппы Самарта Богемная городская жизнь В одном из ресторанов Самары Теперь можно за один вечер посетить почти весь мир От Англии до Японии И испытать культурный шок С латиноамериканской вечеринки вернулась Алина Чемерес Своих гостей Богема встречает угощениями На столах напитки, фрукты, легкие закуски Сегодня в ресторане вечер латинской музыки Пока артисты группы «Габана Москва» готовятся к выступлению Публику развлекают фокусники Когда гости рассаживаются по местам Музыканты выходят на сцену Я очень рада, что мы сегодня здесь Мы давно знаем коллектив, который это все здесь сегодня устраивает И я лично очень рада, что сегодня мы проведем этот вечер здесь Сегодня, говорят организаторы, своего рода знакомства с Богемой Все шесть залов в распоряжении гостей Четыре из них тематические, стилизованные под Марокко, Англию, Италию и Японию Основной профиль ресторана – банкеты На свадебные торжества здесь предоставляют украшения для залов, подбирают ведущих Банкеты мы можем сделать от 1000 рублей на человека У нас можно принести свой алкоголь, фрукты, торт Идем на встречу Решаем любые вопросы с гостями Идем на встречу, очень много делаем скидок Это все при встречах, при составлении меню Учитываем пожелания Делаем какие-то дополнительные блюда, которые они сами хотят Которых нет в меню Это тоже мы на это идем Сегодня главное блюдо – латиноамериканские хиты На десерт – всеми любимые композиции отечественной эстрады Музыкальный вечер в Богеме проводят впервые Гостям такое начинание пришлось по душе С каждой песней на танцполе все жарче Когда ты уже на эмоциональной волне, там уже тебя нет Нет То есть мы в этой атмосфере должны раствориться Обоюдное движение на встречу Мы что-то говорим, нам что-то, какая-то эмоция Какая-то эмоция идет в ответ Мы основываясь на этой эмоции, дальше постараемся завязать такой диалог Интересный, веселый концерт Достаточно много гостей сегодня собралось в ресторане Богема Ну, надеемся на хорошее настроение, хорошее ощущение, которое мы получим сегодня от этого праздника Концерты для богемной публики руководство ресторана планирует сделать доброй традицией Уже 27 октября в заведении выступит группа Краски Выступления музыкантов ожидаются и в декабре, а также в новогоднюю ночь Алина Чемерис, Константин Головин, События 3 октября любители поэзии отмечают день рождения Сергея Есенина Одни современники поэта превозносили, другие были с ним заклятыми друзьями Тот же Владимир Маяковский называл Есенина декоративным мужиком, а его стихи – ожившим лампадным маслом У Есенина нет ни строчки о Самаре, зато так много знакомого – о родине, о любви и осени Наш телеканал не остался в стороне В день рождения классика стихотворение читают корреспонденты программы События О верю, верю, счастье есть, еще и солнце не погасло Заря молитвенникам красным пророчит благостную весть, о верю, верю, счастье есть Звени, звени, золотая Русь, волнуйся, неуемный ветер Блажен, кто радостью отметил твою пастушескую грусть, звени, звени, золотая Русь Люблю я ропот буйных вод и на волне звезды сиянье Благословенное страдание, благословляющий народ Люблю я ропот буйных вод Баскетбольный клуб Самара в первой домашней игре сезон одержал уверенную победу Москвичам отгрузили больше ста очков Андрей Горгуленко расскажет последние новости спорта Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите Самарские новости спорта БК Самара разгромила команду из Москвы Волжские теннисистки с разным успехом выступают в Китае Самарский гребец доплыл до серебра В США завершился чемпионат мира по академической гребле В соревнованиях принимали участие более 900 спортсменов В составе сборной России серебряным призером стал самарец Максим Телицын Волжский гребец выступал в мужской безрульной четверке легкого веса По ходу финального заезда российские гребцы были четвертыми Но на заключительных метрах они смогли сделать мощный рывок, финишировав на втором месте Победу одержали итальянцы, бронза у Германии Воспитанница Самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова Проиграла датчанке Каролине Возняцкой во втором круге турнира серии Премьер Мандетери в Пекине со счетом 2-6-2-6 Встреча продолжалась 1 час 18 минут Возняцкий один раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку И реализовала 4 брейкпоинта из 8 На счету Павлюченковой 1 эйс, 5 двойных и 8 упущенных брейкпоинтов А вот уроженка Тольятти Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Пекине В двух партиях, обыграв представительницу Испании Лару Арубабарену со счетом 6-4-7-5 Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут Дарья совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейкпоинтов На счету ее соперницы не одной двойной ошибки и 5 брейков За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Касаткина поспорит с победительницей матча Чжан Шуай из Китая И Агнешской Радвайнской из Польши Баскетбольный клуб «Самара» провел первый домашний матч нового сезона Российской баскетбольной суперлиги И уверенно переиграл соперника из Москвы команду МБА 101-71 На первых минутах игры преимущество «Самары» ни у кого не вызывало сомнений В какой-то момент счет был 24-2 в пользу «Волжан» Лишь в конце стартового периода игра понемногу выровнялась Гости стали постепенно сокращать свое отставание Пару раз они подбирали в счете на дистанцию 8 очков Но большего хозяева им не позволяли Отлично атакуя с дальней дистанции К началу четвертого периода «Самара» сняла все вопросы о победителе А на последних минутах сумела преодолеть символическую планку в 100 набранных очков Самыми результативными в ее составе стали Алексей Чиликин 23 очка и 11 подборов Евгений Фидий 22 очка И Алексей Галихов 19 очков Это все новости к этому часу Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА